Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, наша сегодняшняя глава Вайшлах. Мы вчера остановились на встрече Якова с Исавом. Мы знаем как себя вел Яков, как он Сначала молился, разделил народ на два стана. После этого он подарил Исаву подарки. Интересно как Яков Представляет Исаву свою семью, чтобы дошли рабыни и дети их и поклонились. Подошла Лея и ее дети и поклонились. Иосиф подошел с Рахелью и поклонились. Что это такое? Почему в данном случае Иосиф идет впереди мамы? Медраж пишет, что Иосиф хотел с собой закрыть Рахель. Медраж рассказывает, что Иосиф считал, что как рукой может закрыть солнце, так он станет перед матерью и сам не заметит его маму. Потому что Рахель беременная и чтобы он ничего плохого не сделал. Раши в благословенной памяти Рабишлома Ицхаки говорит, как она может быть здесь беременна. Ведь Бениамин родится позже. Яков после этого полтора года будет в месте, которое называется Сукот. 18 месяцев. После этого она будет рожать. Так говорит он, что в данном случае слово беременная надо понимать, что Рахель красивая. Вот так вот. И поэтому этот нечестивец может забрать его маму. Иосиф так решил поступить. Еще будучи ребенком. Ему где-то 6-7 лет в данном случае. Вот так вот. Он уже действует. Хочет помогать своей маме, чтобы она не попала в плен такому человеку, как Исав. После этого Яков первал с Исавом. И Исав предложил, чтобы люди его остались с Яковом. Оставлю тебе людей. Сам предлагал идти рядом. Яков говорит, к чему это? Лишь бы нашел я милые глаза господина моего. И Исав собрался и уехал. Наши мудрецы говорят, что мы это учим у Якова, что никаких сопровождающих нам не надо. Потому что были случаи, когда нам оставляли сопровождающих, которые сами нас грабили. Вот так вот. Надеяться на Всевышнего. Вот в данном случае мы видим, как Яков поступает. Исав уехал. Он говорит, что дети малы, мелкий скот у меня. Перегонят их в один день. Погибнут овцы. Поэтому Исав это все понял. И он уехал. Потом пришел Яков в одно место. И строит он для людей дома. А для скота шалаши. И назвал это место Суккот. Мы в этом месте прожили два лета и зиму. Раш говорит, это 18 месяцев мы здесь жили, в Суккоте. После Суккота, ну, надо сказать, что Суккот у нас встречается неоднократно. Есть у нас Суккот в Египте. Первый переход у нас идет из Рамзеса в Суккот. Когда бывшие рабы получили указание от Всевышнего уходить из Египта. И в Всевышнем чудес не показывают. Продвают идите. И это был непростой шаг. Попробуй выйти, когда ты родился в рабстве и был рабом. И ты знал, что за территорию определенную нельзя выходить. И тут идите. И действительно вышли не все. Писано, что вышла пятая часть народа. Остальные остались в Египте. Побоялись. Или по каким-то другим причинам не вышли. И это место называют Суккот. Здесь Всевышний подарил им Абакас славы. Вот. И разобрали Суккот. Это еще была территория Египта. В данном случае это другая местность. Это страна Кнаан. Это не Египет. Не Египет в данном случае. Не пустыня египетская. Потом мы знаем, что у нас есть праздник Суккот. Это Всевышний говорит. С 40 лет вы жили в шалашах. Поэтому празднуем праздник Суккот. Это другое. Теперь дальше. И пришли сыны Израиля в место, которое называется Шем. И купили место, землю за 100 монет у сыновей Хамора, местного царька. Миндраж говорит, что построили там рынок. Другой Миндраж считает, что это бани построили какие-то. В общем, жили там. И написано. И вышла Дина, дочь Леи, которую она родила, Якову, посмотреть на девушек той страны. Наши мудрецы говорят. Так же, как Лея вышла к Якову и сказала ко мне, войдешь, я тебя наняла за мандрагорода сына моего. Это мы с вами читали. Влаевая сэ. То мудрецы говорят. Какая мать, такая и дочь. И взял ее с тем, сын Хамора, местного царяка, и лежал с ней. Это было по ее воле. И насиловал ее. Это противоестественным способом. В общем, Иси Выше сделал так, что душа его пристрастилась к Дине. И Яков об этом узнал. И написано, что вышел Хамор к Якову. То есть, получается, где Дина? Дина в заложниках. Она во дворце. Она домой не приходит. Яков пошел туда. И вышел ему Хамор навстречу. Яков пришел простить за свою дочку. И он говорит, что... Сын мой, Шхем, душа ему пристрастилась к дочери вашей. Дайте ему девушку в жены. То есть, если бы не пристрастили нас, выбросили бы на улицу. Изнасиловал бы и выбросил. То есть, у них это не считалось каким-то преступлением. Хотя, то, что говорят наши мудрецы, что эти люди, жители Шхема, они не были какими-то людьми незнакомыми со Всевышним. Мудрецы говорят, что эти люди были раньше воспитанниками, домочадцами нашего прадца Аврагама. Но когда Аврагам умер, они отошли. И остался только Ицхак. А они отошли. И теперь через несколько поколений вот такое вот с ними случилось, что они уже озверели. И написано, что сыны Якова были в поле и пришли. И с лукавством говорили, сказали, что не можем отдать нашу сестру за человека, у которого плоть крайняя. Если вы обрежетесь всем народом, как мы обрезаемся, тогда сойдемся на этом с вами, сойдемся. А если нет, заберем нашу сестру и уйдем. И понравились эти слова Шему и Хамору. А Шем был уважаемым в своем народе, среди жителей города. И они подошли к квадрату города и с людьми говорили, что эти люди совершенно преданы нам. Что если мы с ними сойдемся, то наших дочерей будем выдавать за них, их дочерей будем брать себе. В общем, будем одним народом с ними. Только с тем сойдутся эти люди с нами. Их, говорит, достояние, ихний скот, наши будут. А у Якова сотни тысяч скота. Это богатство неимоверное. Это то же самое, что сейчас предложить людям каким-то миллионы. Если сделать и обрезание, сколько останется необрезанных. Вот. Они увидели это богатство. И, конечно, они согласились. Бедраж, пишет, их было 24 тысячи мужчин. И они сделали, первый сделал Шем, Хамор сделал. И здесь город сделали обрезание. Потом написано, было на третий день, когда они были больны. То есть, третий день, мы знаем, что слабость идет после обрезания. Взяли два сына Якова, Шимон и Леви, каждый месяц твой. И напали на город безбоязненно. И убили всех мужчин. Также Шема и Хамора сына его убили острием меча. Ну, понимать это прямым текстом невероятно. Потому что два мальчика по 13 лет напали на целый город. И, во-первых, люди могут закрыться в домах. Во-вторых, на третий день, когда бы человек слабый не был, он может держать оружие в руках и защищаться. И в городе еще и женщины были. И вдвоем они бы ничего не сделали. Если бы Всевышний все это не сделал. Попробуй зарезать 24 тысячи коров. Силы хватит, настолько ударов мечом нанести. А тут люди, которые могут сопротивляться. Естественно, это было чудо невероятное. Вот Шема и Хамора убили они действительно острием меча. И братья прошли по домам. И разграбили город. И пленили женщин, детей пленили. Мужчин всех убили. И они убили. И Яков сказал своим сыновьям, что вы меня, говорит, смутили, опозорив перед жителями этой страны. И ведь сейчас соберутся все, нападут на меня. И я буду истреблен, так как я малочислен. Но, сказали ему Шамон и Реви, неужели ему как злудницей поступрать с сестрой нашей? Медраж пишет, что народы собрались, но Всевышний навел на них страх и не разбежались, не напали на семью Якову. Вот так достался нам город Шем. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Бет-Ицрейль, Павел Бен-Эфим, Самуил Бен-Герш, Хаймал Кабат-Йоси, Мира Бат-Амаргам, Роза Бат-Михаэль, памяти Ури Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, Яков Бен-Нахум, Владимир Бен-Григорий, памяти Ури Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, Яков Бен-Нахум. Анна Бат-Ривка, Барина Перв, Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Жия Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-София, Двой Ра-Бат-Миря, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Ёсси Бен-Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен-Берта, Евгений Бат-Ида, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Елена, Ольга Бат-Светлана, Ёссиф Дан Бен-Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Ёс Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok